К новостям культуры. В Тверском КГЗ «Панорама» открылся православный кинофестиваль «Русское сердце», проходящий в нашем регионе уже в пятый раз. Теперь он был посвящен главным событиям нынешнего года – ситуации на Донбассе. В церемонии открытия кинофестиваля приняли участие общественные деятели и артисты, представители сферы киноиндустрии и церкви. На сцену вышла и министр культуры Верхневолжья. Тот факт, что этот фестиваль существует, уже в пятый раз проходит, конечно, он вселяет огромную надежду, что не всё потеряно. И я со своей стороны с удовольствием поддержу вместе с Министерством культуры ваш фестиваль. Я думаю, что такие фестивали не просто должны проходить, они должны быть масштабированы. При формировании программы кинофестиваля Оргкомитет традиционно отбирает фильмы для показов, уделяя внимание воспитанию нравственных и духовных ценностей. Это большое игровое кино, это документальные фильмы достаточно известных режиссёров, которые занимают призовые места на ведущих российских кинофестивалях. Ну и, соответственно, главный критерий наш, как всегда, это тонкое, высокое духовно-нравственное содержание фильма. В связи с исторической подоплёкой и текущей политической ситуацией, акцент в программе нынешнего года сделан на поднятие патриотического настроения. Ну и, конечно, логично, что большинство работ посвящено событиям в Донецкой и Луганской народных республиках. Это же не столько фестиваль про награждение и жюри, сколько некий поступок. Потому что сейчас настало время для такого фестиваля, а общество расколото. Фильмы очень актуальные, представлены на фестивале, очень затрагивающие такие очень непростые темы и патриотизма, и русской души. Фестиваль «Русское сердце» будет проходить в ККЗ «Панорама» до 4 декабря включительно. И особо стоит отметить, что такие известные работы, как «Донбасс, окраина», «Солнцепёк», «Своя республика» и другие фильмы-участники, здесь можно посмотреть абсолютно бесплатно. Продолжение следует...